Подводные камни Первое, что вы захотите посмотреть, это фотографии. Если фотографии в объявлении нет, или фотографии только одна, или фотографии не имеют никакого отношения к объекту, то, скорее всего, это либо сворованное объявление, одно агентство своровало у другого, и поэтому реальных фотографий нет. Либо, например, может быть вариант, что это просто привлечение вашего внимания. Если, например, фотографии есть, и они такие все шикарные и красивые, но при этом вы видите, что цена объекта явно не соответствует фотографиям, то следует обратить на это внимание. Очень часто, что делают агентство недвижимости? Они вам выставляют красивые фотографии какого-то отремонтированного объекта, и в объявлении пишут, что так будет выглядеть ваша квартира, если вы сделаете в ней ремонт. Но на самом деле квартира полная руина, и она требует капитального ремонта. И фотографии настолько ужасные, что никто не хочет их публиковать. Такое тоже бывает. Поэтому обязательно обращаем внимание на цену. Также может быть вариант, с фотографиями все нормально, и можно посмотреть описание, что там написано. Очень часто можно встретить, например, что агентство недвижимости пишет. Это объявление и этот объект, это просто пример, его может не существовать, и мы вообще не несем ответственности за правдивость этого объявления. Я не знаю, зачем агентство недвижимости тратит время и деньги на публикацию несуществующих объектов. Ну, собственно, это не нам с вами судить, это неважно. Наша задача с вами посмотреть и найти, попытаться найти какие-то проблемы в объявлении. И вот представьте, с описанием вроде все хорошо, с фотографиями вроде все хорошо. Но это еще не значит, что все прекрасно в этом объекте. Бывают такие подводные камни, которые скрыты от вас. Они могут быть полностью скрыты или, скажем так, частично. Например, вы позвоните по объявлению, и вам расскажут как раз, что какие-то в квартире есть проблемы, например. Но могут и не рассказать, и вы об этом узнаете позже. То есть, пожалуйста, обращайте внимание на эти моменты, особенно если это очень дешевый объект под инвестицию, либо для вас, но дешевый. И еще один момент по объявлению. Если объявление не имеет ни описания, ни фотографий, ну вы скажете, что это вообще такое? Это нормально в Испании, особенно если это частное лицо, которое публикует объявление. Испанцы вообще не продажники, грубо говоря, выражаясь такими словами. Они вообще не умеют ничего продавать, они не умеют показывать товар, как мы привыкли в наших русскоговорящих странах. Поэтому, если это частное лицо, ничего страшного, звоните и выясняйте. На фотографии вам вышлют на электронную почту или там на WhatsApp, неважно. Если же это банк, то в банке это тоже нормально. У них столько недвижимости, что у них вообще нет времени ни на что. Они просто вот кидают пустое объявление и ждут, пока им позвонят. Если, например, мутные фотографии не сделаны из-под полы, как-то так непонятно. Это либо частное лицо, либо агентство, которое своровало объявление или продает квартиру, на которую не имеет разрешения продавать.